В просторной библиотеке первого лицея заняты все парты. Здесь находятся девятиклассники, которые ждут своего вызова на собеседование. Волнение просто витает в воздухе. И это, несмотря на то, что в инновационном учреждении уделяют большее внимание гуманитарным предметам. Так Полина для собственной уверенности ходила на дополнительные занятия. Но есть и те ребята, кто не сомневается в своих знаниях. Я ходила к репетитору по русскому языку, замечательному педагогу. Мы готовились понемногу, разбирали разные варианты. Страхи, конечно, есть. Я никак не готовилась к устному русскому, только на уроках разговаривать про это. Я переживаю, потому что все-таки страшно, допустят, не допустят. Но постараюсь сдать. В первом лицее собеседование по русскому языку проходит 139-ти классников. В Ангарском округе это учреждение – лидер по количеству экзаменующихся. Испытания организовали одновременно в нескольких аудиториях. Это связано с тем, что в классе могут находиться всего три человека – экзаменатор, эксперт и сам ученик. Тестирование длится 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы прочесть небольшой отрывок вслух, пересказать его и побеседовать с экзаменатором. Все ответы записываются на тот случай, если возникнет спорный момент. А пока одни только готовятся к собеседованию. Те, кто уже сдал экзамен, отдыхают в кабинете этажом ниже. Усталые, но счастливые. Первый рубеж испытаний ими пройден. Я считаю, что я совсем справилась, но, на мой взгляд, пересказ был самым таким сложным, так как времени, мне кажется, давалось мало. Текст у меня был про Станиславского. Он был, в принципе, интересным, но вот именно, что всякие даты и цитаты его были сложными. В Ангарске в этот день собеседование по русскому языку сдавали более двух тысяч девятиклассников. Для школьников это испытание является допуском к ЕГЭ. При оценке не зачет. У выпускников еще будет шанс на пересдачу в марте. Тогда же свои знания продемонстрируют и те ребята, кто не попал на экзамен из-за плохого самочувствия. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.